Всем здорова, с вами Дизер и посылочка наконец-то пришла, я ее получил. И что самое забавное, то что здесь, это русская версия Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime, хотел сказать, нет, Redmi Note 5, вот, и он не в пленке был, то есть у него была вот эта вот специальная пломба, которую когда я оторвал, вот, собственно говоря, здесь, видите, появляется надпись, то что открыто, вот. То есть если ее перережут и, в принципе, сверху заклеить скотчем, ни хрена не будет видно. Для чего? Я, собственно говоря, снимаю это видео на улице, просто потому что до дома я не дотерплю, и мне интересно его открыть и посмотреть, собственно говоря, прямо сейчас. Где какой-нибудь холестик, который мне позволит достать этот смартфон? Холестика нет. Окей, будем достать этот. Вот он, розовое золото. И в этот раз меня что радует, здесь меньше всяких логотипчиков, и вот это вот дерьмище снимается у нас вместе с всеми наклейками. Главное ее подцепить. И маникюр сделал наклейку. Видите? То есть здесь нет вот этой вот параши, которая остается. И, соответственно, на экране пленка, которая транспортировочная, она вместе со всеми вот этими вот вещами. Тоже мы ее снимаем, наверное, тулипуча какая-то, посмотри мне. Вот. И смартфон откладываем в сторону, смотрим, что у нас здесь еще. Ну, должна быть зарядка и кабель, соответственно, больше там ничего. О, тут. То есть тут, да, чехольчик, чехольчик прозрачный абсолютно. Тут какие-то книжки, макулатура, я это даже показывать не буду, потому что это неинтересно. Вы это все могли посмотреть у кого-то другого. Ну и, соответственно, зарядка, которую Quick Charge Qualcomm не поддерживает. Здесь она поддерживает 5 вольт 2 ампера всего лишь, но она российская, это радует. И она, вот видите, вся в пленку такой затянута, не знаю зачем. Соответственно, микро-USB кабель, то есть, да, Redmi и скрепка там внутри внизу, и микро-USB, все. То есть до сих пор в Redmi Note этот даже пятерочку они вставляют почему-то микро-USB. Не знаю почему, почему не могут перейти на USB Type-C, хотя это уже давно как бы... Это уже давно как бы нормальный разъем, который используют абсолютно все. Я сразу одену чехол, пока я не прокуцал этот смартфон. Прямо вот здесь и сейчас, прям при вас. Ну, диагональ, конечно, у него большая, что я могу сказать. Но то, что вот он розовенький, это круто. Двойная камера, здесь у нас идет, по-моему, 15 мегапикселей. Сейчас я посмотрю точно. Дуал-камера, 13 мегапикселей фронталка. То есть вот здесь вот одна из этих дырочек, это фронтальная камера на 15 мегапикселей, 4000 мА батарея, Snapdragon 636, 599 дюймов экран, 18 на 9 аспект. Дуальная дав-камера, вот. По-моему, здесь идет 15 мегапикселей, 5 или 13, 5, я не помню. Давайте включать, тут ко мне оса прилетела. Давайте его включим, посмотрим. Я дальше саду к вам поближе. Мы сразу посмотрим, сейчас заблокирован загрузчик или нет, потому что если он разблокирован, то это будет немножко попроще. Можно будет поставить сюда глобальную стабильную прошивку не для российского региона, потому что когда она российская, то надпись Unlocked не было. Значит, соответственно, загрузчик заблокирован, и если чего, его можно блокировать. Это круто. Но он, конечно, больше, по сомнению. А я сейчас не сравню с вас. Снимаю на Galaxy S7 Edge просто. И меня сравнить сейчас не получится. Мюай 9. Да, пипец. Прямо она настолько быстро. Русский язык сразу у нас. Да, Россия. Какой отвратительный шрифт. Это просто пипец. Интернет мы давайте пропустим. Условия конфиденциальности мы тоже пропустим. Обнаружение сим-карта не надо. И вот в этом плане мне очень нравится то, что у нас есть, собственно говоря, вот эта возможность, допустим, активировать телефон, настроить. Без возможности... Опчаток пальца, давай. Графический ключ. Давайте, да, вообще не сейчас. Это потом все настроим. Как нам пропустить? Программуржение качества. Да, обязательно. Почему такой идиотский шрифт? Я прям не понимаю, что со шрифтом случилось. Но шрифт просто отвратительный. Вот. Здесь, соответственно, должна быть функция разблокировки по лицу. Это сейчас она просто недоступна. Не знаю, почему. Сейчас мы сразу посмотрим версию прошивки. Скорее всего, она здесь 9.2 еще даже российская. То есть, для российского рынка именно выпускают эту прошивку почему-то отдельно. Не знаю, почему. То есть, есть глобальная стабильная, а есть глобальная для России. Зачем так Xiaomi делает, не знаю. И про коробку еще. Что хотелось бы отметить. Коробка у нас здесь все надписи. То есть, вот здесь надпись на русском присутствует. Это, кстати, единственная надпись на русском. А, вот еще тоже на русском у нас надписи. Вам тут хреновенько будет видно. Но видно вот здесь на русском и вот тут. Вот. И здесь у нас сбоку, видите, да? Global Version написано. Ну что, давайте смотреть. Смартфон загрузился. Смотрим, что у нас о телефоне. Версия 9.5.13 ОЕ РУФА. То есть, вот она. Прям написано. И, собственно говоря, она русская. 4G оперативки. Верификация. Что за верификация? А, то есть, у нас здесь эти. Ну да. И давайте, ладно, посмотрю сразу, есть ли у нас здесь блокировка. Добавить данные о ебальничке. Да, то есть, нам надо либо пароль, либо код ввести. Но это я все в полном обзоре, естественно, вам расскажу, покажу. Сейчас это была вот такая вот лайтовенькая распаковка. Ну, что могу сказать про, собственно говоря, сам смартфон. Климентратор плис на меня и тыкни там палочку, кнопочку, точнее, чтобы фокус был на лице. Смартфон прикольный. Я изначально думал, на самом деле, взять черный цвет. Потом посмотрел я на проблемы черного цвета. То есть, когда ты снимаешь этот чехол, весь черный алюминий, задняя крышка, вся в точечках. Становится. Поэтому я решил черный не брать. Думал взять красный или голубой. Но, к сожалению, с доставкой из России красного и голубого не было. Будет только золотой. И, в принципе, у меня получается такой тренд, что сейчас у меня... Апсим классный. У меня получается, что сейчас... Насмотрим на апсиму, да. Вот. Galaxy S7 Match, собственно говоря, золотой. И Redmi Note 5 будет тоже золотым. Вот. Не знаю, плохо это или нет. На самом деле... Покажи нам дырочки. Смартфон прикольный. Дырочки. Разъем динамика, micro-USB, микрофон и 3,5 мм наушники. И что мне здесь радует, то, что наушники находятся снизу. То есть, в Mi 5 и везде остальном они были сверху. Здесь у нас тоже микрофон и инфракрасный порт. Кнопка включения качельки громкости. Здесь лоток под две наносимки или одна наносимка и микро-SD флешка. Две камеры, соответственно, сканер пальца. Ну и в принципе все. Я не знаю, что еще показывать. А все остальное, ребят, будет в полном обзоре. Потому что я сейчас сниму о нем. Вот сейчас первая распаковка. Потом будет первый взгляд на этот смартфон. Потом будет полный обзор, в котором, естественно, расскажу плюсы и минусы. А потом еще, возможно, будет даже сравнение с голубой системе. Не знаю, поэтому вы подписываться-то на каналчик. Не забывайте, да? Для того, чтобы ничего интересного не пропустить. А потом, вы сами понимаете, будем... Да, надо максимально кривым пальцем сделать. Вот так вот как-то. Лайки тоже ставьте, не забывайте. Потому что чем больше лайков, тем быстрее я буду снимать новые ролики. Это раз. Во-вторых, потом начнутся обзоры MIUI. Вы так этого хотели. Я, наконец-то, это буду действовать. Как-то так. С вами был Дизер. Я являюсь теперь счастливым обладателем Xiaomi Redmi Note 5. Здесь, кстати, двойная вспышка. Я думал, она девянарная. Нет, она двойная. То есть, типа, трутона в айфоне. Вот. Вот, как-то так. Все. До новых встреч совсем скоро увидимся. Не забывайте, все остальные социальные сети, ссылочки, есть в описании, как обычно. Купил я его с Tmolo. Именно поэтому он глобальная версия. И на русской прошивке русские есть и глобальные, обычно ставимые. На российской прошивке. Кстати, будем тоже изучать, чем она отличается от обычной глобалки. Слишком много слов. Все. До новых встреч, увидимся. Пока.